Служение Алексея Пронкина – это служение большой и целеустремленной команды. Наша основная задача – идти и проповедовать Евангелие по всей земле. Это видение мы не сможем исполнить в одиночку, поэтому мы нуждаемся в партнерах. Стань частью большого движения! Полную информацию ты можешь получить на сайте alexeypronkin.ru или по телефону 8 913 004 3209. Люди со знаком «плюс». Тут не будет никаких этих пунктов, будет одно место Писания. Но я хочу вам кое-что сегодня еще дополнить к тем всем темам, которые мы здесь слышали, потому что очень много было проповедей на эту тему. Давайте откроем. Откроем Экклесиаст, 4 глава. Пока открываете Экклесиаста, я скажу так. В Бытие написано, первая книга Бытие написана так, что нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощником. Первая проблема, с которой столкнулся Бог, когда Он создал человека, человеку стало некомфортно одному. Он был в Божьем присутствии, сам Бог приходил к нему. И иногда мы думаем, я когда слышу людей, которые говорят, «Мне не нужны люди, я с Богом, и мне с Богом хорошо», я тебе скажу, это неправда. Тебе не может быть только с Богом хорошо, ты нуждаешься в людях. В тебе говорит какая-то обида, в тебе говорит что-то, но ты просто прикрываешься христианской одеждой. Но на самом деле в тебе говорит боль. Ты разочарован. И поэтому сегодня тебе хорошо, типа с Богом. Самому Адаму, который в Эдемском саду встречался с Богом, он загрустил. Ему стало некомфортно. Что-то ему стало не хватать. И недостаточно было завести собачку, кошечку или слоника. Ему нужен был человек, соответствующий. И поэтому в Экклесиасте написано, в Экклесиасте 9 стиха, смотрите, что написано. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Так же, если лежат двое, то тепло им. А одному как согреешься? Как согреться одному, действительно? А если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втроя, скрученная, нескоро порвется». И раньше я думала, что эти стихи относятся исключительно к семье и браку. На самом деле это не так. На самом деле человек нуждается не только в семье. Он нуждается в принципе, он нуждается в людях. Каждый мужчина нуждается в том, чтобы у него были друзья. Нормальный, среднестатистический мужчина нуждается в том, чтобы у него были друзья. Потому что когда он приходит в общество друзей, там другая история. Так же он нуждается в женщине, в любимой. Так же он нуждается, чтобы быть принятым в социуме. Это тоже очень важно. На работе, в своем деле каком-то. И поэтому каждый человек нуждается, чтобы его окружали люди. Чтобы эти люди, желательно бы, его бы любили. Чтобы они были со знаком плюс. И сейчас я хочу вам объяснить, что это такое. Почему в чью-то жизнь люди со знаком плюс, люди со знаком плюс из вашей жизни уходят, а люди со знаком минус приходят толпами. Смотрите, есть такой момент. Запомни раз навсегда. Твое сердце это не проходной двор. Запомни это. И ты не должен, не должен позволять всем подряд топтаться по твоей душе. Ты, во-первых, не имеешь на это права. Потому что если по твоей душе сегодня топчатся, ты непродуктивен в деле своем. Ты разрушен до основания. Что это такое? Как определить людей со знаком плюс, людей со знаком минус? Если ты сейчас просто возьмешь и вот так вот разделишь листик на две части и напишешь людей со знаком плюс, людей со знаком минус. Кто такие люди со знаком минус? Это люди, которые пришли в твою жизнь и причинили тебе боль. Причинили тебе боль. Столбик со знаком плюс это люди, которые пришли в твою жизнь и принесли в твою жизнь что-то хорошее. Не обязательно какие-то духовные вещи. Просто тебе может с человеком быть комфортно. Он тебя чему-то научил. Есть, конечно, люди в этих списках могут совпадать. Они и со знаком плюс, со знаком минус. Он тебе и добро приносит, и много горя. Это, как правило, муж, жена, близкий родственник. Но это другая история, не об этом. Если вам интересно, как с этим разобраться, приходите на программу «Чистое сердце». Мы там вам покажем. Это так, рекламка, заставка. А сегодня я бы хотела конкретно тронуть людей со знаком плюс, со знаком минус. Однажды, когда я шла в свой жизненный путь христианский, мне всегда вбивали в голову то, что я должна любить людей. И это правильно. Это да, так и должно быть. Но я вдруг начала понимать, почему-то я люблю людей, но чем больше я их люблю, тем у меня хуже становится. Я разочаровываюсь в людях, в Боге, вообще во всем этом христианстве. И мне хочется сбежать отсюда, потому что это же невыносимое общество. Кто-то это переживал в своей христианской жизни? Я тут не одна? Аллилуйя. И я стала задумываться, думаю, что-то здесь не так. Видно, что-то я, видно, я как-то неправильно понимаю это местописание. Видно, я что-то, где-то, что-то, знаете, как вот иногда мы вот принципиально вот так читаем Слово Божие и думаем, вот так должно быть. Так же, как вот ударят тебя по одной щеке, подставляй правую, жену твою избивают, а ты вот вместе встань, пусть тебя тоже побьют, знаешь. Не вздумай за нее заступаться, ты будешь грешником. Ну, вот как нам так вот проповедовалось однажды. Это неправильно. Заступаться надо и за себя, и за жену. И поэтому, что я поняла? Я однажды, все очень-очень банально, как всегда. Я однажды села, Алексей часто проповедует проповеди, он говорит, думайте на бумаге. Вот попробуй хотя бы раз в жизни подумать на бумаге. Ты удивишься, как продуктивна будет эта думка. Я села и просто написала список людей со знаком плюс, со знаком минус. И вы знаете, людей со знаком минус было намного больше, чем людей со знаком плюс. И я вот так сижу и смотрю и думаю, что делать дальше с теми и с теми. И вы знаете, в чем парадокс? Парадокс в том, что люди со знаком минус сами не идут из твоей жизни. Это вот как вот если стакан. Часто такой пример приводят. Если вот он будет грязный, но если сюда постоянно вливать чистую воду, рано или поздно вся грязь вымоется, и здесь будет стакан с чистой водой. Согласитесь? Дело в том, что больные отношения, люди со знаком минус, они вытягивают из нас много сил, много энергии. И нам кажется, что христианство это такой путь креста, который ты должен идти, нести постоянно, терпеть людей каких-то странных вокруг себя. Это да, отчасти, сто процентов. Но мы должны понимать, служение служением, а жизнь это другая история. Ты должен для себя определить людей, которых ты впускаешь в свою жизнь осознанно. Я поняла, что я всю свою жизнь христианскую трачу на то, чтобы сражаться, любить, воевать одновременно, любить, воевать, любить, воевать с людьми со знаком минус в своей жизни. Но я ничего не делаю для того, чтобы хоть как-то усилить свой список со знаком плюс. И вы знаете, что я начала делать? Я принципиально выписала этих людей, и я начала звонить им, этим людям. Я начала встречаться с этими людьми. Начала проводить время с этими людьми. И вы знаете, что я увидела? Я увидела, что вот этот список со знаком минус, он куда-то стал уходить из моей жизни, потому что у меня времени на них уже не оставалось. И вы знаете, что я еще увидела? Что моя жизнь стала ярче. Моя жизнь стала красивее. И вы знаете, что я еще заметила? У меня появился внутренний ресурс для вот этих людей. Я поняла, что все очень просто. Вы знаете, очень часто... Вот читали книгу «Бог, пошли мне своего ангела». Кто не читал, примерно представляет, о чем там идет речь. Что Бог посылает нам ангелов на жизненном пути. Кто такие ангелы? Ангелы — это люди со знаком плюс. Люди, которые как посланники несут что-то. Вот в моей жизни есть люди, с которыми мне даже не надо общаться. Мне достаточно просто в их присутствии посидеть. Но вопрос весь в том, буду ли я ждать, что они сами ко мне придут и сядут со мной рядом? Или я должна что-то сделать для того, чтобы посидеть с ними рядом? Вы знаете, что я увидела? Очень часто, когда Бог давал мне этих людей, дает и будет давать, но я их не ценила. Я ничего не делала для того, чтобы с ними иметь отношения. Я в это не вкладывала свои деньги. Я в это не вкладывала свое время. Я ничего для этого не делала. Я сидела и ждала, что они же у меня в списке со знаком плюс. Они ответственны. Они должны меня любить. Пойми, если это твой список, то они тебе нужны, а у них есть свой список. И тебя там вполне вероятнее всего нет. И вы знаете, вот эта песня «В церкви нет любви» у меня сразу закончилась. Я перестала ее петь. А раньше я ее частенько пела. Ну, не вам, мужу своему. Он слушал эту песню, что в церкви нет любви. И все такое, что меня не любят и меня не ценят, мной пользуются. Это все закончилось в моей жизни, как только я начала работать над списком со знаком плюс. И эти люди не просто в моем сознании. Эти люди, они однажды были на моей бумаге. И я понимаю. И знаете, что я еще увидела? Этот список со знаком плюс. Я вдруг поняла, что с определенными людьми я просто не имею общения. Не потому, что я с ними поругалась, не потому, что что-то было между нами. Просто потому, что я не звонила им. Просто потому, что я ничего не делала для того, чтобы с ними общаться. Просто потому, что... Хотя эти люди на определенном жизненном этапе очень сильно мне помогли. Вы знаете, вот есть люди, через которых ты слышишь Бога. Не через всех ты слышишь Бога. Но есть люди, общаясь с ними, ты понимаешь, что ты как будто наполняешься. Есть люди, через которых ты умственно растешь. Ты просто интеллектуально как будто книгу прочитал. Есть люди, с которыми тебе просто весело. Вот ты просто проводишь прекрасное время. Ты смеешься так, что у тебя болит потом вот здесь, вот здесь все, пресс болит, щеки болят, улыбаться невозможно уже. Все. Все болит, глаза все проплакал от слез радости. И такие люди есть. Но вся проблема наша в том, что когда мы имеем этот список людей, мы думаем, что это их ответственность, что они в нашем списке. Что они должны делать что-то для того, чтобы мне было лучше. Пойми, это твой список и твоя ответственность. Твой список и твоя ответственность. И поэтому, драгоценные мои, нехорошо человеку быть одному. Если один упадет, то другой поднимет товарища своего. Вы знаете, есть такие писания в Библии, что когда мы проходим скорби, то нам надо бежать к Богу, да? Что такое бежать к Богу? В моем понимании бежать к Богу, это когда у меня есть люди, через которых мне говорит Бог. И я должна просто приползти к этим людям. Я должна сделать все, чтобы просто в их присутствие прийти и вот просто побыть. И в этот момент я внимательно слушаю. Я внимательно слушаю, потому что Бог будет мне говорить. Я не сижу... А что хочет сделать дьявол? Он хочет тебя... Он хочет тебя... Знаете, чтобы ты... Чтобы эти люди со знаком минус, они ополчились вокруг тебя. Чтобы их было слишком-слишком много. Чтобы тебя изолировать. Чтобы ты был одинокий. И потом, чтобы ты ушел в церковь, где они все идут за Иисусом. Просто ходят за Иисусом. Где-то там ходят, не знаю где, но где-то ходят они за Иисусом. Дьяволу это на руку, потому что ты одинок. Одинокий человек в поле не воин. И поэтому напиши этот список со знаком плюс. Начни что-то делать для того, чтобы не потерять отношения с этими людьми. Это исцеляющие отношения для тебя. Однажды, когда ты будешь падать, именно только эти люди, их будет немного, они протянут тебе свою руку. Не жди, что тебе будет звонить вся церковь. Тебе никогда вся церковь звонить не будет. Тебе вообще никто не будет звонить. Тебе позвонит только тот человек, в кого ты вкладывал. Он посмотрит и скажет, а где он? Если ты покаялся, ходишь сюда уже там четыре месяца, может быть, даже четыре года, но еще ни разу ни в кого ничего не вкладывал, не жди, что тебе кто-то будет звонить. Это иллюзия. При всей своей любви Бог любит тебя, но Он говорит, тебе надо любить мой народ. Тебе надо служить моему народу. Знаешь, для чего? Для того, чтобы не остаться одиноким. Потому что тебе будет плохо. Потому что ты будешь проходить долины. Потому что однажды тебе будет так плохо. И если хотя бы один человек вспомнит о тебе, иногда, знаете, Бог хочет прийти, вот, знаете, вот, допустим, вот там, ну, пример, ну, вот, ну, пример, допустим, кто-то там раз и захворал. И лежит, и думает, ну, кто бы мне позвонил, кто бы мне позвонил. Господь приходит и ищет, ищет человека в церкви, чтобы хоть напомнить в сердце, знаешь. И смотрит, там отпечатков-то твоих нет. Ты нигде не отпечатался, как хороший человек. А тебе никто и не вспоминает. Вот кто-то ощущал такое чувство, когда Бог вкладывает человека в сердце? Вот просто берет и вкладывает его в твое сердце. отпечатайся в чьем-то сердце. Напиши этот список, начни этот список увеличивать в своей жизни. Ты однажды поймешь, что церковь это благословенное место на планете Земля. И христиане это самые лучшие люди на Земле. Пусть будет у тебя этот список. И задавай себе вопрос, что я сделал для того, чтобы этот список увеличился? Что я сделал, чтобы этих людей укрепить рядом с собой? Чтобы остановить их, заземлить возле себя? Чтобы, по крайней мере, когда они будут видеть меня, они бы меня выделяли из толпы, потому что я буду тем человеком, который однажды зацепился. Сегодня ты стоишь в церкви, тебя никто не замечает. Да это и нормально. Это и нормально. Это плохо, когда ты только пришел и тебя там не заметили. Ну, тот человек, который тебя привел, кинул тебя и все. Ну, по сути, по сути, если ты давно уже ходишь и ни с кем не имеешь отношения, поверь, это ненормально. Тебе надо работать над этим списком со знаком плюс. Я помню, как это было вначале, у нас всегда... Тойоду... Роза к нам пришла на инкаутер. Ой, не на инкаутер, а на кемп. Курила за углом. Все, что я тебе расскажу. Но знаете, что она делала? Я вот ее за это обожаю. Говорит, можно я хотя бы кафедру буду мыть? Она полы драила вот здесь вот. Красила. Маляр, маляр, штукатур. Что там она еще делала? Да все, что надо. Приходила ко мне домой, полы у меня мыла. Многие девушки говорят, ой, Евгения, так хочу креститься в твое помазание. Приди в мои 110 квадратов, помой, сразу помазание на тебя сойдет такое. Что потом сама диву будешь даваться, откуда такое помазание? Оттуда. Помазание. Вот оттуда помазание начинается. И я уже, когда зайду, я буду видеть тебя. Видеть тебя, потому что ты тот человек, который отпечатался в моей жизни. Ты что-то понимаешь ли себя сегодня? Халалюя. Давайте встанем на свои ноги. Я бы хотела сейчас, послушайте, пожалуйста, это очень важно, есть люди в этом зале, я точно убеждена. Есть категория людей в церкви. Вы все понимаете, все осознаете. Но вы вообще каждый раз чувствуете себя, как не в своей тарелке, как будто бы вы случайный гость на этом празднике. Случайный гость на этом празднике. Это очень опасное чувство. И это чувство зарождается, как правило, у кого-то с детства. Может быть, ты был нежеланный ребенок. Может быть, может быть, ты жил в изоляции. Может быть, отец отвергал тебя или мама. Я не знаю, что там было с тобой, но я точно знаю, Дух Божий, который здесь, Он способен исцелить твою изоляцию. Ты каждый раз, когда приходишь в какое-то собрание людей, ты чувствуешь себя ущербно. Ты чувствуешь себя, как будто бы ты случайно здесь оказался, как будто бы тебя не ждали. Такие люди есть. Таких людей, может быть, немного, но они есть. Может быть, иногда у тебя бывают вспышки и все в порядке, но иногда приходит это чувство отверженности, это чувство покинутости, это чувство ненужности. Это самое ужасное чувство, которое может быть, потому что человек рождается на планету Земля для того, чтобы любить и быть любимым. Нам важно чувствовать, что нас любят. И когда ты слышишь проповеди о любви, когда ты слышишь проповеди о том, что Бог любит тебя, они летят мимо тебя. Но ровни разума, ты можешь понимаешь, что где-то внутри, глубоко в сердце, у тебя такая пустота. Я бы хотела сейчас помолиться за этих людей. Я верю, что все, что невозможно человеку, возможно Духу Святому, в Библии сказано, что Иисус говорит, я умолю Отца послать вам Духа Святого, и я не оставлю вас сиротами. Само мерзкое состояние, которое может быть на планете Земля, это сиротство. Может быть, у тебя была мама, папа, но ты при всем при этом чувствовал себя сиротой. И я точно знаю, что в тот момент, когда Иисус умолял Отца послать Духа Святого на землю, Отец послал Духа Святого с одной миссией, исцелить твое сиротство, привести тебя к небесному покровителю, не к начальнику, а к любящему Отцу, который хочет, чтобы ты по-настоящему его переживал и по-настоящему его чувствовал. Закрой сейчас свои глаза. Повтори за мной, скажи, дорогой Иисус, спасибо Тебе, что Ты умолил Отца дать нам Духа Святого. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты согласился прийти на эту землю, и Ты трудишься сегодня, здесь, прямо сейчас. Ты проникаешь глубоко в мою душу, в мой дух, в мое подсознание. Только Тебе известно, только Тебе открыто вся моя боль, вся моя отверженность, все мое одиночество. Оно не сокрыто от Тебя. И я молю Тебе, исцели мою боль, мое одиночество. И я снимаю с себя эту мантию одиночества, ненужности, отверженности. И я отказываюсь верить в ложь, что я посторонний человек на этом празднике жизни. Эта жизнь принадлежит мне. И я здесь не случайный гость. Я здесь нужный человек для определенной миссии, с определенными талантами, дарами от великого Бога. И я принимаю сейчас Твою любовь, Твою милость, Твое покровительство. Пропитай сейчас все мои раны своей любовью. Я беру сейчас свою отверженность и отдаю Тебе, Иисус. Забери ее. Только Ты можешь забрать это. И взамен я забираю любовь, я забираю принятие, я забираю чувства, доселе для меня незнакомое. Я забираю это чувство под названием любовь, что я не случайность, что я особенный, что Ты имеешь меня в виду. Ты любящий Отец. Спасибо Тебе. Аллилуйя. И я хочу, чтобы люди, которые нуждаются в молитве, вы вышли. Мы помолимся за вас. Субтитры создавал DimaTorzok Катчаларамас. Субтитры создавал DimaTorzok